С хлебом, солью и русскими народными песнями. Именно так здесь приветствуют гостей из столицы. В рамках Дней Москвы в Иркутске в этом зале проходит встреча от сердца к сердцу. Вместе собрались представители детских домов, социальных приютов, многодетные семьи, учительские династии и спортсмены-паралимпийцы. Именно им предназначены подарки от правительства Москвы. Специально приехали из Ангарска супруги Юдинцевы с детьми. В этой большой семье восемь дочерей и два сына. Родители Эдуарда и Екатерина рассказывают. Очень приятно, что именно их отметили и пригласили на торжество. Говорят, все это благодаря их детям. Очень рады, что у нас такие прекрасные дети. Я просто переживаю в сердце своем, что если бы хотя бы одной не было. Конечно, я беспокоюсь за каждого и за каждого волнуюсь. Получается, у меня уже в 10 раз больше. С подарок московским гостям и всем забравшимся выступление ансамбля «Узора», чьи песенные номера от других иркутских коллективов и показ фильма о столице. В приветственном слове зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова подчеркнула, особенно приятно, что гости из Москвы приехали в Иркутск в юбилейный для столицы Приангария год. Сегодня наши московские друзья хотят поблагодарить и выразить свою признательность тем, кому, наверное, немножко тяжелее сегодня в этой жизни. Это семьи, которые воспитывают несколько детей. Не просто воспитать и поднять и одного ребенка. Но когда семьи воспитывают несколько ребятишек, это многократно тяжелее. Благодарность прозвучала и в адрес учительских династий, тех, кто заботится о детях-сиротах, также отметили и спортсменов-паралимпийцев. Собравшиеся считают, что подобные встречи укрепляют взаимоотношения между нашими территориями. А Иркутск и Москва, пусть и далекие друг от друга по географическому положению, всё-таки становятся ближе. Вероника Титова, Константин Синицын. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова